Друзья, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Алексей Гомон меня зовут. Это означает, вы как всегда на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон, политехнолог, писатель, тайный герой нескольких революций Михаил Шительман сегодня с нами. Михаил, здравствуйте, спасибо, что нашли. Здравствуйте, Алексей. Друзья, в описании к этому видео найдете ссылку на YouTube-канал Михаил, подписывайтесь обязательно. Также не забывайте о YouTube-каналах нашего медиа-сообщества Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, гостях у Гордоны. Ну и лайк с барского плеча уже поставьте авансом, пускай большее количество людей наши беседы сегодняшние увидят. Три блока у нас будет. Поговорим об Украине, об России и о международной политике. Начнем с Украины, потому что появились новые политические рейтинги. Не знаю, зачем вообще, кто их заказывает, зачем они сейчас публикуются. Об этом, кстати, отдельно можем поговорить. Но, значит, не совсем рейтинг, скорее антирейтинг. Антирейтинг политиков, которым украинцы доверяют меньше всего, опубликовала компания Active Group. Итак, значит, тройки на первом месте. Юлия Тимошенко ей доверяют меньше всего. Дальше Петр Порошенко и замыкает тройку Алексея Аристовича. И вот знаете, когда мы говорим об этих рейтингах, вроде и президент сказал, что выборы сейчас не ко времени. Уже вроде и политические фракции парламентские сказали, что давайте проводить выборы, значит, после войны. Но все равно вот такое чувство складывается, что вот как-то не все этот посыл уловили или вроде официально его сдекларировали, но все равно какие-то политические игры, войны даже, можно сказать, они все равно продолжаются. Вот Аристович, кстати, например, заявил, что после российского массированного ракетного удара, говорит, все, запугивать свою аудиторию больше не буду. Период запугивания окончен. Пугать можно было и нужно, говорит Аристович, до массированного удара. Теперь вот все. Михаил, а вот этих вот внутрополитических играх хотелось бы. Замечаете ли вы их, да, и насколько это опасно, к чему может привести, и зачем нам вообще эти рейтинги? Да, ну, конечно, я замечаю. Начну с того, что рейтинги, мне кажется, нам нужны. Это как раз очень позитивная история, то, что у нас есть социология. Я сам был, помню, потрясен прямо, когда впервые была опубликована социология во время войны. Она была опубликована в самых первых числах марта. Опрос начал проводиться 26 февраля, то есть 24 нападения, 26 февраля. Да-да-да, все помню. Я так как политтехнолог, то, естественно, рейтинги – это мое все, и социология – это мой главный инструмент. Мне это очень важно. В моей работе без этого никак. Но, значит, кроме того, что это, ладно, мне важно, такого рода агентства они же не публикуют все данные. Они публикуют то, что вот считают публично интересным. Вот. Очень много можно узнать. Мы узнаем о себе. Мы видим, что мы, например, не одни в своих мнениях. Это тоже важно человеку понимать, что большинство его поддерживает. Так человек сидит и думает, блин, вот там, какого черта, какие переговоры с Россией. Ну, например, сидит человек и сам же себе думает, если он достаточно умный человек, а может, я не прав, может быть, это я горячусь, может, на самом деле надо. А потом бах, рассматривает рейтинг и видит, что еще 85% говорят, что мы не готовы отдавать никакие территории, например, и так далее. То есть это важный инструмент. Второй – это важный инструмент демократии. Ну, конечно, потому что это для всех политиков обратная связь. Вот политики что-то делают, а потом видят результат. Вот он. Вот ваш рейтинг. Вот теперь вам не доверяют то, что вы сделали. Поэтому у нас есть такие примитивные инструменты, как лайк, шер, репост. Я не шучу. Ну, в смысле, это тоже некий инструмент, да, обратной связи по отношению к политику. Поверьте, что у политиков в правильных штабах, так сказать, читают комментарии, например, под видео, что происходит и так далее. И считают даже, сколько лайков там собирает. То есть это все важно для политиков. А нам это хорошо, потому что мы так воздействуем. Вот у нас нет выборов сейчас. А что мы можем тогда? А вот ответить на опрос и так повлиять на какое-то решение. Потому что в нашей, вот в Украине есть особенность определенная. То есть я такой, я другой такой страны не знаю, где настолько сильно, настолько сильно влияют мнения, общественное мнение на решение политиков. У нас, так как страна такой гипердемократии, я бы сказал. Наташа, где еще вот найдете страну, где 44 кандидата в президенты? Причем это 44 кандидата, но действительно среди них огромное количество независимых друг от друга. Это не то, что фальшиво, это настоящие кандидаты в основном, основная масса. И настолько все демократично, что вот, например, ну даже победа Зеленского над Порошенко. Ну казалось бы, люди по ресурсу несоизмеримы были по ресурсу. Один действующий президент, он же один из самых богатых людей страны, другой, ну да, бизнесмен какой-то там, но в принципе никак нельзя назвать его самым богатым, самым влиятельным по числу, там, ну, по владению каким-то медиа и так далее. И побеждает вот второй, а первый уходит, то есть да, говорит, все признаю, не начинает там права качать и так далее. Вот, поэтому это самый важный инструмент, и то, что у нас есть в социологии, это о нас говорит, как действительно, об открытом обществе и дает нам шансы на победу во многом. Поэтому я просто категорически за социологию. То агентство, которое вы сейчас назвали, ну просто я не знаком с ним сильно, не могу сказать. Именно конкретное агентство. Я все-таки опираюсь обычно там на три агентства таких. У нас есть большая тройка, так скажем, которые... Которые проводят экзит-полы, да. Я обычно тоже. Да, я на них смотрю, потому что их результаты, они, в общем, действительно, как правило, там, за то, что не дают за две недели до выборов, потом на выборах и появляются плюс-минус. Поэтому вот это так я убеждаю, что они, в общем, в основном, в целом правы. Есть еще у нас отдельные агентства, их тоже не надо, как бы, забывать. Просто они очень редко проводят опрос. Вот есть такой государственный, по-моему, даже социологическая служба государственная. Она просто проводит опросов очень мало, потому что у нее бюджет маленький. Но она тоже очень точная, некое там научное агентство. Там иногда, когда попадается, это тоже интересно. По-моему, называется что-то там типа Государственный институт социологии или что-то такое. Ну, какие-то нишевые тоже существуют. Поэтому я еще не буду сразу отметать. Ну, окей, вот опираемся на такой. Поэтому это нужно. Теперь политические игры и, как вы говорите, там кто-то выступает и кто-то позицию какую-то делает. Тут вопрос, на крови или нет. Прямо серьезно вопрос именно такой. Если какая-то партия, например, пытается, например, использовать законы мобилизации для того, чтобы просто заработать себе политические очки, критикую ее, то в этом ничего хорошего, естественно, нет. Но мне кажется, это было модно. Такие вещи, ну, я не про законы мобилизации, подобного рода вещи, то есть критиковать только для того, чтобы заработать себе, они были до войны очень популярны. И вот 30 новостных каналов, которые у нас были на телевизоре, я сейчас не про YouTube, а именно про телевизор, они в основном, если вспомнить эти каналы, состояли именно из такого формата. Бум, значит, Верховный Рад сегодня обсуждает такой-то вопрос. Было 20 гостей по очереди, и каждый, соответственно, от партии там начинает зарабатывать себе очки на каком-нибудь пункте в этом вопросе. И весь телеканал Рада превращался именно в такое, заседание Верховной Рады превращалось в пиар-акцию. Это очень плохая тенденция. Мне кажется, что украинцы за время войны, вот да, сейчас нет телеканала Рады и нет вроде бы где это делать, но мне кажется, украинцы за время войны прям поумнели в этом вопросе, и такое не принимают. Вот просто не принимают пиар такой, когда это чистая критика для пиара. В то же время нужен настоящий политический процесс, и он идет. Например, тот же закон мобилизации всерьез обсуждается, естественно, разными фракциями, они всерьез делают свои какие-то замечания, я их слышал в том числе в медийном плоскости, да, когда люди говорили вот так и так, поэтому мы требуем вот это. Это ведь тоже демократия, да, по сути, ну, то есть есть законопроект, который представило министерство, кабинет министров, но тем не менее туда вносят правки, его переносят, говорят, что будут готовить это альтернативное, это же положительная динамика, верно? Да, конечно, это все очень положительная история, когда она не ради пиара, а я еще раз скажу, что вот именно в этом законопроекте я видел, как политики разных самых политических сил не ради пиара, а по-настоящему занимаются этой своей политической работой. И вот мне кажется, что именно закон о мобилизации, он такой яркий пример, когда очень нужно национальное единство, то есть очень нужно, чтобы этот закон был принят всеми, не одной фракции, вот одна фракция, у нас большинство, поэтому проголосовали, все, и в этой фракции, я думаю, это понимают. Им нужно как бы, чтобы вот не правительство, национального единства нужно, которое целыми днями заседает. А вот в таких ситуациях, в острых общественных ситуациях, нужно, чтобы мобилизация велась от имени всего государства, а не только от имени там одной партии, например. И действительно, сейчас этот процесс движется туда. Вот сегодня выступал представитель комитета Верховной Рады, объяснял, как и что, и почему там какие поправки вносятся, и почему это перенесли даже голосование, по-моему, и так далее. Вот, поэтому есть разные, разные вопросы, так сказать, разные вопросы публичной дискуссии. Есть те, которые пиар на потом, на после войны. Во-первых, это глупо. Вот это я честно скажу всем, кто этим занимается. Это глупо. То есть все сегодняшние, так сказать, электоральные баллы, которые вы там найдете в каком-нибудь рейтинге своем, они обнулятся. После войны все начнется заново, потому что все зависит от результата войны. Вот война закончится чем-то. И в зависимости от этого, вот когда она закончится как-то, сейчас не знаю как-то и чем, на каких условиях, вот тогда у Порошенко будет вот такой рейтинг, у Зеленского такой, у этого такой, у этого такой. Это вот называется война, она даст какой-то результат. И это очень правильно, что нет выборов до войны, потому что получается до конца войны нет смысла зарабатывать баллы. А после так все по новой, подсчет-то по новой пойдет. Другое дело заработать авторитет. Вот не электоральный балл, а авторитет. Это действительно то, что несокрушимо, то, что остается с тобой навсегда. И какие-то политики многие за это время, за время войны кто-то заработал себе авторитет, а кто-то его потерял. И это уже трудно потом изменить. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Вы, кстати, если коснулись закона мобилизации, вот сейчас стоит очень остро вот этот вопрос, как соблюсти вот этот баланс между, с одной стороны, как бы запросом на справедливость, который есть у общества, а с другой стороны, экономическая какая-то целесообразность. Разные варианты предлагают, говорят, что в офисе президента уже отказались от идеи, значит, давать бронь тем, кто приносит много налогов в казну там, да, потому что это будет означать, что более богатые смогут откупиться, да, ну я сейчас вот называю простыми словами, да, но появляются и такие вот идеи, которые должны вот как раз этот баланс вроде бы как соблюсти. Вот, например, бывший министр экономики Тимофей Милованов предложил вообще обратиться к опыту Соединенных Штатов 20 века. Он говорит, ну вот смотрите, во Втором мировой у них чуть ли не на лотерея проводилась, то есть выкидывали шарики, там была дата и был месяц. И вот все мужчины, кто по возрасту попадает, кто в этот день родился, все, значит, будут мобилизованы. Он говорит, это как пример того, как вот слепая, так скажем так, удача, да, вот может выбрать тех, кто будет служить. Но мы понимаем, что это тоже, наверное, неподходящий вариант. Но вот этот вот самый основополагающий вопрос. Есть ли у вас ответ на него? Как соблюсти вот этот баланс между запросом на справедливость и в то же время там не развалить нам бюджет и вообще не нарушить, собственно говоря, все внутреэкономические процессы в том числе? Ну, конечно, тут простого ответа у меня, естественно, нет. Само собой, да и вообще как-то что-то лезть в госуправление, потому что это вопрос госуправления уже, не пиара там, не моей сферы, не мизийной, а такого госуправления. Но если чисто задуматься так в глобальном таком плане, не в детали, в детали я, конечно, ничего предложить не могу, то мне кажется, что общее правило, которое должно соблюдаться, это то, что у нас была некая страна до 24 февраля 22 года, люди вышли защищать вот эту страну, не какую-то другую, а вот эту, и все законы должны, ну, новые, которые принимаются, такие жизненно важные, должны быть в духе этой страны. То есть вот когда предлагалась история про то, что кто много зарабатывает, тому, значит, не берем на фронт, а кто мало того берем, это не в духе Украины, это никогда не было в духе Украины. Возможно, есть такие страны, вполне, почему нет, которые на первое место ставят там вот этот показатель, вполне, а что, в принципе, в истории мировой были эти демократии, так называемые, которые, у которых был имущественный ценз, то есть ты мог иметь право голоса в зависимости от того, сколько у тебя там личное состояние. Кстати, Российская империя, выборы в все эти первые там Государственные думы, вот там же был имущественный ценз, то есть там 10 голосов имеет каждый, у кого там столько-то гектаров земли, условно говоря, и так далее. Я сейчас не вспомню, там очень много было правил, просто миллион, от тех столько, от таких столько, но до де-факто там был введен имущественный ценз. Это было во многих странах. Но у нас так не было, у нас так никогда не было, и во время войны менять правила нельзя. Во время войны нельзя менять принципы существования государства. После войны можем передоговариваться, это окей, но, как говорится, не во время, правила нечестны, нечестны. Люди жили здесь, знаю, что правила такие. Сейчас их не выпускают людей, значит, правила менять нельзя. Либо всех отпустите желающих, тогда меняйте правила, либо не меняйте правила, тут никак. И поэтому, например, вариант с жеребьевкой, я понимаю, что это у многих вызывает там какую-то ухмылку, но в принципе, как принцип, принцип именно равенства абсолютного, которое в Украине да, нормально, и да, было всегда принято, то да, почему нет. Ну, я не знаю, как ее проводить, так или по-другому, так честно, так нечестно, но это показывает принцип равенства всех перед этой ситуацией. Вот, поэтому, если выбирать вот из двух крайностей, да, жеребьевка или по имущественному цензу, то, мне кажется, для Украины жеребьевка, она более соответствует духу страны, чем имущественная ценз. А вот, Михаил, вы говорите, что после войны обнулятся все эти рейтинги, так сказать, да, останутся только авторитеты. А почему тогда сейчас, вот, например, с тем же законом о мобилизации мы видим, как пытаются друг на друга переложить ответственности или иные институты, да, то есть, с одной стороны, называется сначала число людей, которых надо мобилизовать, генштаб от них отнекивается. Потом, значит, проводят этот законопроект, его выдвигает Министерство обороны, начинают депутаты, значит, вносить в него правки, кто-то заявляет о неконституционности и так далее. Вот, вот этому перекладыванию ответственности, да, если бы на самом деле все равно, да, сейчас там нам нужно победить, самое главное, да, и нужно совместно выработать вот эту вот модель, которая будет действенная. Все равно ведь заботятся, получается, о том, что скажут, что о них подумают. Никто не хочет брать на себя политическую ответственность. Да, потому что не все знают эти золотые правила, которые я излагаю, не все видели, как это работает, не все знают, что... Я же их не изобретал, эти правила, я просто это вижу по жизни, да. Не все, не все вот могут представить себе даже, что после войны все эти рейтинги никому к черту не нужны. Да, люди достаточно, вы знаете, в целом, если брать... Любых, наверное, политиков, в общем, почти в любой стране, ну, по крайней мере, там, где я работал. Я не работал в Америке, например, на выборах, поэтому я не могу сказать, как там. Там, наверное, политическая культура дольше, просто дольше. Там людей на политиков в университете учат, по большому счету, там это не называется, может, политику, но по большому счету учат на политику в университете, поэтому там, конечно, они гораздо лучше все это понимают глубже. Но я работал в постсоветских разных, в Восточной Европе, там, в Израиле, вот в молодых демократиях. В молодых демократиях везде так. Это не украинская беда, что многие политики просто этого принципа не понимают, слишком пекутся о своем рейтинге. Ну, когда-то такое правило мне сформулировали, что в промежутке между выборами рейтинг не важен, важен авторитет. Ты перед выборами авторитет всегда поменяешь на рейтинг. Ну, просто вот поменяешь авторитет на рейтинг. У тебя был авторитет, а рейтинг 10%. А потом на выборы все пришли и за тебя проголосовали, потому что у тебя авторитет. Потому что посмотрите простую штуку. Рейтинг доверия к президентам США в промежутке между выборами. Вы очень удивитесь. Условно говоря, вот вам, я сейчас только не вспомню конкретную, конечно, статистику, но какой-нибудь там условный Джордж Вуш, младший, например, в каком-нибудь году он у нас избрался в, господи, не помню, в 2000 он избрался, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Вот. И, ну да, наверное, сейчас точно, ну да, в 2000 он, по-моему, избрался. А в каком-нибудь 2002, если вы посмотрите его там рейтинг, у него окажется там, не знаю, 20% или 15%. А в 2004 он сбирается на второй срок. Нет проблем-то, потому что у него авторитет. Вот так это работает. Но это надо знать, верить, понимать. Есть люди, которые понимают, а большинство не понимает. Друзья, кому у вас из политика изменилось отношение за время войны, кого вы будете в рейтинге, в антирейтинге, оставляйте в комментариях, будет любопытно почитать. И по теме, конечно, законопроекта мобилизации. Сейчас вот это обсуждение, примите и вы в нем участие, мы будем некоторые ответы ваши разбирать в последующих интервью, поэтому ждем вас под этим видео. И лайк, да, вот прямо сейчас, видите, мы стараемся. Давайте о России поговорим. Там три недели уже, в общем-то, прошло с момента вот этой самой голой, полуголой вечеринки Ивлеевой Дефис МТС, однако вот общество все еще бурлит и разгребают последствия ее участники. Вот, значит, из последнего. Значит, парня, который пришел на тусовку с носком на причинном месте, да, значит, его на 15 суток тогда задержали. Теперь ему вручили повестку в военкомат, значит, грозятся в армию его забрать. Далее. Филипп Киркоров, да, решил откупиться, пообещал отдать свой гонорар за новогоднее шоу Белгороду, ну, где в последнее время вот что-то, значит, взрывается. И вот мне понравилось еще владелец клуба, где проходила тусовка, значит, тоже, видимо, решил откупиться, но своеобразно. Он подарил храму мощи Николая Чудотворца. Ну, о мощах можем тоже еще отдельно поговорить, но в целом, вот, да, вот этих последствиях, ну, три недели, Михаил, как думаете, ну, вот почему так затянулась вся эта история? Может быть, участники должны какой-то урок усвоить, пока еще, там, кому-то кажется, что они недостаточно его усвоили. То есть сколько мы будем эти последствия все наблюдать? Долго, потому что тут есть несколько факторов одновременно. У вас просто устаревшие сведения. Вы рассказываете, как самое новое, то, что было уже несколько дней назад, но с тех пор столько уже там понеслось все дальше. Значит, рэпер по группе Щенки, или как-то так, помощь Щенки, выступила в одном из клубов Петербурга, повторив подвиг рэпера Васио вот этого, то есть тоже лидер группы Щенки вышел с одним носком прямо вот на том самом месте. Да. Вышел петь, спел, носок свалился прямо во время выступления, но он не остановился и продолжил петь. Дальше это все стало достоянием, естественно, народа. И, первое, этот сам рэпер арестован сегодня в аэропорту в Петербурге, в Пулково, арестован. Ему грозит сначала 15 суток, а потом мобилизация на фронт. Но сегодня Следственный комитет пришел в клуб, вот в этот клуб, в котором выступал уже рэпер Щенки, а не Вася. И в клубе предъявили претензии к охране клуба, потому что она обязана была вмешаться в содержательную часть концерта. То есть, увидев, что выступает неправильно, говорит Следственный комитет, вы должны были немедленно выключить аппаратуру и не дать, значит, петь эти песни. А что значит неправильно? Вот. Вот вы, Алексей, задаете такой вопрос, потому что не знаете, откуда они такое придумали, что охрана должна сидеть, смотреть. А это придумано еще с первых так называемых рок-фестивалей в СССР, которые были в ранних 80-х годах. Естественно, нелегально или полулегально, или непонятно как. То есть, они под видом чего-то. Там знаменитый рок-фестиваль в Тбилиси, после которой запретили группу «Аквариум» полностью за ее антисоветские песни. Хотя, ну какие антисоветские? Сползает по крыше старик и злодоев. И вот так было. В смысле, в СССР так и было. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину «Гордоншоп» мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин «Гордоншоп» — это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты, птичье молоко «Гордон в шоколаде», и носки, и зефир «Гордон», и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки, много чего, что связано со мной. Приходите в «Гордоншоп», покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Сидели люди прямо во время концерта, которые обязаны были его остановить, если он пошел куда-то не туда. Кроме того, что содержание надо было согласовывать несколько раз, вот лично я впервые в жизни, когда пьесу написал, мне ее утвердил портком института, прям портком, все такое, а потом мы ее поставили, и они пришли на репетицию, посмотрели и запретили показ, запретили, сказали, на бумаге это выглядело как милый юмор, а сейчас это просто жуткое совершенно антисоветское что-то там, и был большой скандал в связи с этим, и там устроили забастовку, но это уже детали, то есть это вот так работало, и это уже 80-й какой-то, дай бог памяти, седьмой год, то есть не 80-й, это уже при Горбачеве все происходило, вот так же сейчас в России, собственно, эти же самые люди, посмотрите, эти люди, которые сегодня управляют, вот я думаю, Россией, Федерацией, это те, кто в порткоме моей пьесы запрещал, ну тогда им было 40, сейчас 70, ничего же особо-то у них не поменялось, и других методов у них нет, и эти так называемые репрессии против Ивлеевской вечеринки, они же ознаменовали поворот, то есть вот это прямо поворот в целом в этом, в цензуре, в правилах поведения и так далее. Вы думаете, что они голыми не плясали каждый день до этого, все эти Киркоровы? Конечно, плясали голыми каждый день. Костюм Киркорова, который был на голой вечеринке, сильно отличался от этого костюма на сцене? Да нет, конечно, конечно нет. Именно поэтому вдруг это так стало важно, и так раскручено, и такие последствия, потому что, во-первых, вся вот эта тусовка российская вдруг поняла, что, опа, то есть теперь мы должны быть, как лохи тоже, надеть галстуки, пиджаки, рубашки, как положено, выходить с троем на сцену и строго с троем. Лучше, наверное, даже не галстуки, рубашки, а может сразу там хаки, что-то, каски. Ну потом, да, потом уже хаки, каски, это будут самые патриотичные, но для начала рубашка, галстук, все как положено приличному человеку, как пел Эдуард Хиль. Он пел в костюме, рубашка, белая, галстук, все понятно, да, и Лиля Флещенко, как бы. Муслим Магомаев, Магомаевщина, вот, это надо назвать Магомаевщина, всю эту компанию. И они поняли, что их это коснется, а это огромный слой людей, понял, что их это касается. Огромный слой, среди них вот все эти блогеры в большом количестве, рэперы, блогеры, там, я думаю, что от рэпера до блогера путь короткий уже давно, от блогера до рэпера. Вот, они все это поняли, и они-то все это и раскручивают сейчас. Не в смысле там раскручивают, потому что им очень хочется, а потому что им очень страшно. Они остались в России, рассчитывая на то, что да, мы типа про государство, они же ни про войну, ни про государство, ничего плохого не говорили на этой голой вечеринке. Это не было ничем антивоенным. И этот рэпер «Щенки» тоже не антивоенные песни пел. То есть это теперь тоже нельзя. А тогда что вообще? Мы тогда чем будем, собственно, выделяться-то? Ну вот, они умеют выделяться. Вот, смотрите, были первые. Первые, на первом этапе репрессировали тех, кто выделялся умом, творчеством, кто выделялся тем, что писал хорошие песни, музыку хорошую, хорошие книги. Макунин, Быков, кто там еще у нас? То есть Глуховский, да, люди, которые писали хорошие книги, там, Гребенщиков, Макаревич, ДТТ, ну, в общем, тут можно долго, Би-2, да, Земфира. То есть это сначала те, кто писал действительно хорошую музыку, вот их репрессировали за то, что они талантливые. Это понятно. Талантливые всегда опасны для диктатуры. А теперь уже не тех, кто талантлив, не тех, кто умом выделяется, а хотя бы внешним видом пытался выделиться, ага, за что их, да, упрекают? Во внешнем виде. То есть пытался выделиться внешним видом, ну-ка мы на тебя оперативный комсомольский отряд сейчас напустим и волосы тебе обрежем и пострижем. И уже вышла же эта концепция вчера, кстати. Этот недобитый Дугин выступил с концепцией, что надо начинать не с Верховной Рады, а как у них называется, с Государственной Думы, что в Государственную Думу надо ходить в косоворотках, носить бороды. Это серьезно все, по-настоящему смысле, что кокошники, косоворотки, бороды и так далее. Так должны выглядеть депутаты и правительство, так должно выглядеть, и президент должен быть в сарафане с бриллиантами, он сказал, или с изумрудами. То есть это все прям, все им постепенно рисуется суконная русь или как она там называется, уж не знаю. Поэтому их так волнует, поэтому так долго. Не потому что мы такие, мы тоже, конечно, попрекалываться любим, и во время войны хочется как-то отвлечься немного, когда читаешь такие новости. Народ подхватывает, с этим ничего не зазделать. Люди спрашивают, что не будешь говорить про это. Не серьезно как бы будет, но это кровный интерес в России вот этих вот тусовок. Вот эта тусовка, получается, обнуляется. Все, Киркоров теперь больше не радостный певец, а вот этот вот должен быть советская эстрада. Должен превратиться в Киркоров. Все эти старые песни о главном, когда снимали такие сериалы, люди помнят еще зрителей. Это на Новый год делали такое шоу, в котором пели старые советские песни. Каждый певец там исполнял какую-то старую советскую песню. А теперь они становятся реальностью. Другие нельзя, теперь только такие можно. Вот поэтому все это важно. Поэтому. Да, вот вы говорите, люди спрашивают, что ж я отвечать не буду. Я когда помню, произошла вообще сама эта вечеринка, я в тот день даже не внес ее, так скажем, в список тем, которые я обсуждал в тот день с моим собеседником. Показалось чем-то довольно незначительным. Но да, три недели разгребаем уже в итоге. Так вот, кстати, про эти мощи. Да, вот радио Свобода сообщает, что мощи, которые владелец клуба, где проводилась эта тусовка, которую он подарил храму, в общем, оказались фальшивки. Ну, по крайней мере, сертификат об этих мощах. Да, на мощи есть сертификат. И, значит, хотя сам владелец клуба заявлял, что привез их из Ватикана. Вот получается вот такой, сука такая, да, и вечеринку провел, еще и на мощи кинул, получается, храм. С мощами как раз все было ясно сразу, что с ними все очень нечисто по многим причинам. Значит, пункт первый. Он сказал, что купил эти мощи в Ватикане, мощи Николая, там, этого чудотворца. Именно купил, да, я видел, привез. Он сказал, купил в Ватикане, по-моему. Купил в Ватикане. А потом хранил, он их раньше привез, потом хранил у себя дома, ждал Рождества. И тут начались вопросы. Пункт первый. Значит, мощи этого Святого Николая хранятся в двух местах. Так, в Венеции и в городе Бари, на противоположном от Рима, скажем так, побережье Италии, на побережье Атриотического моря. В Ватикане таковых не числилось никогда в списках таких, значит, мощей. Второе. Вот где можно купить какие-то мощи? В Ватикане. Когда эти пробовали, вы попробуйте в Ватикане купить мощи. Поедете вот в Ватикан и купите там мощи. Вы зайдете в Ватикан, вас внутрь туда к кардиналам не пустят, ну не пустят, а пустят вас вот туда, где киоск, там колокольчики продают, монетки юбилейные, там все, что вы хотите. Но мощи там нет. Купить из-под полы у какого-то священнослужителя, слушай, мощей там вынеси мне, пожалуйста, мощей. Ну, такие сказки где-то были, там, хочешь без очереди Ленина посмотреть? Я помню, был такой анекдот, да, что выходит мужик с мешком, говорит, на, смотри, говорит, ну, сторож выносит Ленина посмотреть в конец очереди. Вот это примерно мощи, это тоже мощи, правильно, то, что Ленин лежит там в мавзолее у них. Вот. А дальше начинается куча, то есть, во-первых, он непонятно где купил, во-вторых, кто, собственно, мог выдать этот сертификат, тоже непонятно. А в-третьих, а как он их привез? Он что, их легализовал? Это перевозка трупа, между прочим. Перевозка трупа транспортным средством в России на воздушных судах запрещено перевозить мертвые тела, только как карга это разрешено перевозить на российских авиалиниях. Вот. То есть, там начинается прям миллион нюансов, знаете ли. А как он хранил? В холодильнике у себя дома? А это хранение тоже, а есть лицензия, как морг и так далее. Это же хранение мертвого человека. Вот. Поэтому я сразу подумал, что здесь что-то не так. Ну, конечно, слушайте, какому-то лоху, который там этот клубный, клубный, клубный этот, господи, как он называется, клубный менеджер, понятно, что подсунули, подсунули какую-то ерунду полную. Он сказал, что там надо. Ну, просто сам звучит вообще. Вот, да. Купил мощи Николая Чудотворца и, значит, привез их в Россию. Ну, я не знаю, это как-то просто, ну вот, абсурдно даже звучит. Но они же на полном серьезе об этом говорили. Да, конечно, конечно. Ну, слушайте, они и танцуют вот эти вечеринки на полном серьезе. Все это очень важное мероприятие, светское. Туда, я уверен, все мечтали попасть, а Москва мечтала туда попасть. Это же вечеринка Ивлеевой самой. Они все друг у друга спрашивают, а как попасть к Ивлеевой? А тебя не пригласили, нет, у меня инвайта нет, но я знаю одного человека, у которого есть. Но я однажды знакомилась с пацаном, так у него был инвайт. Вот такое. Вот. Так что и мощи важно, и мощи Ивлеевой. Ну, в общем, все, что там мы видим, все очень важно, да. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Давайте о серьезном еще поговорим. Несмотря на войну и санкции, число, а не число, состояние самых богатых россиян в 2023 году выросло более чем на 50 миллиардов долларов. Это пишет Bloomberg. Значит, такие вот кореша Путина, Петр Авен, Михаил Фридман, Роман Абрамович, Владимир Потанин, значит, пишет Bloomberg, санкции, мол, не помеха. И вот, да, ну, я даже прошу не с экономической точки зрения объяснить, а вот скорее, ну, вот задача санкций экономических против России, персональных санкций, была направлена на то, чтобы спровоцировать вот тот, это уже избитое выражение, раскол элит, да, какой-то. В итоге мы видим, что как такового раскола, ну, не произошло, окружение Путина, получается, богатеет, 50 миллиардов долларов за год, ничего себе. Вот, то есть это означает ли это, что как раз вот санкции, ну, если можно говорить про персональные, то они точно не сработали, как минимум так, как планировалось, или в результате, может быть, не сработали совершенно? Ну, конечно, нет, все не так. Значит, пункт первый. Никто никогда, ни один орган власти, который накладывал эти самые санкции, не говорил, что они вводятся для того, чтобы произошел раскол элит. Просто такого никогда не было. Это выдумки потом. Люди такое сами себе придумали. Причем это придумали и россияне, и почему-то в Украине кто-то сказал какой-то раскол элит. Ну, как вы себе представляете себе, у европейского чиновника в Европе санкции вводят чиновники. Они приходят на работу, у них куча бумаг, да, бумаг, ну, в компьютере, понятно, да, которые обосновывают те или иные их решения. То есть они должны каждое решение обосновать. Для этого следует куча экспертов, нанятых Евросоюзом, там, Европарламентом, кем хотите, да. Ну, каждый европарламентарий свои, который показывает, что вот мы введем такую санкцию, вот для нашей страны это так отразится, а на России вот так отразится. И что там будет? И расколется элита? Типа Дерипаски после этого перестанет нравиться Патрушев? Ну, вот прямо это в документе будет написано? Ну, это чушь. Нет никакой раскол элиты. Кто это придумал? Придумка в чистом виде. Я подозреваю, что российская, кстати. Никто не пытался, естественно, раскалывать никакие элиты, потому что это непросчитываемо. Это последствия нельзя просчитать, а им нужны последствия, которые можно просчитать конкретно. Значит, поэтому теперь, отметя это, скажу сначала все-таки с экономической точки зрения, что все эти состояния россиян сегодня абсолютная условность. Как мы измеряем состояние Илона Маска? Это стоимость его акций компаний, да. Есть компании, которые мы не можем посчитать, там, сколько стоит Твиттер сегодня мы не знаем, а вот сколько стоит Тесла, мы точно знаем, сколько у него акций Тесла, мы тоже точно знаем. Вот все, вот прям каждый день можно сидеть и подсчитывать состояние Илона Маска. Так почти по всем мировым миллиардерам. Почти. Там есть закрытые, ну, есть частные компании, которые как-то нужно по-другому проводить оценку. Но основная масса людей владеет акциями, которые публично торгуются, и все математически просчитано. У россиян не так, потому что у россиян нет биржи настоящей. Вот они могут эти деньги как-то получить? Нет. Потому что куда? В какой банк? Они счеты не могут долларовые открыть. Они могут получить их в рупиях, понимаете? Это свое состояние. И то непонятно, а кому это они могут продать? Они не могут это продать. Все, что было до войны, ну, как минимум до Крыма, на самом деле, потому что там против некоторых санкций еще после Крыма вводились. Против основной массы, конечно же, после полномасштабной войны. Они могли, эти их состояния были настоящими. Они торговались точно так же на бирже. Вот там владелец Яндекса. Его акции торговались на бирже, на Наздаке. Яндекс.акции. И можно было просто их продать и вот получить, вот твое состояние. Оно настоящее там у Аркадия Вола же было. А сейчас нету, потому что Яндекс, может быть, и торгуется, ну, там, на какой-то российской бирже, которую никто не признает, не знает, с которой ты ничего никуда не конвертнешь. И все. Они не могут привлекать капитал, они не могут продавать эти депозитные расписки и так далее, и так далее. Поэтому это все состояние, в общем, ну, такое очень. Это вот, ну, да, ну, вот аналог, а аналог где? Как где? Как в Иране? Ну, вот с кем сравнивать? Это же страна под санкциями. Когда страна под санкциями, вы знаете, все эти заводы как-то, как пелось в одной песне, уже упомянутого мной сегодня поэта, чем ближе каменные гости, тем дешевле бриллианты в колье. Вот тут как раз такая ситуация у этих всех олигархов. Они не могут с этими деньгами ничего сделать. Вот Фридман. Вот был человек, вроде много денег, правильно, жил в Лондоне и вроде уже хотел там оставаться, никуда не хотел уезжать. А потом уезжает вдруг в Израиль со словами, я чувствую себя как в тюрьме, в плену, здесь жить невозможно, потому что я не могу распоряжаться, мне не на что пообедать. Это человек в списке, да, не на что пообедать, не на что нанять уборщицу. Он неудачно пообедал, так его слух допрашивали, там чуть не пересажали. И тут же он бежит из Израиля даже, да, в Москву бежит. Ну, какие эти самые. Авин сейчас борется опять-таки в европейских судах за свое право вообще в Европе находиться. Поэтому очень сомнительная история с их состояниями. Это такая самопиар, так сказать, и самооценка какая-то. А теперь говорим о санкциях. Если говорить по-настоящему, а зачем вводились санкции против российских олигархов? Они вводились с другой целью. Чтобы те деньги, которые есть у российских олигархов, не могли использоваться на благо войны, на благо путинского режима, на поддержку путинского режима, на развитие военной промышленности и на другие задачи. Значит, что-то не сработало, что-то сработало. Вот мне говорят некоторые люди, даже мои знакомые хорошие, что вот смотри, получилось, что эти олигархи увезли свои состояния с Запада и сами уехали туда, в Россию, и теперь работают как раз-таки на путинскую военную машину. Работают и их деньги там теперь работают на это все, и сами они как менеджеры тоже на это все работают. А, дескать, жили-то они на Западе, а теперь вынуждены были бежать в Россию, потому что их выгнали с Запада. Окей, наверное, может быть, так и получилось. Ну, во-первых, как там способны работать олигархи? Я с трудом уже представляю себе все-таки, они такие люди уже тоже не самые молодые, трудно им соревноваться, так сказать, с некоторыми. Но их деньги, возможно, действительно, уйдя в Россию, что-то там каким-то образом производят. Могу допустить, что эти санкции оказались неидеальны. Но в то же время эти люди, благодаря тому, что их выгнали с Запада по-настоящему, заблокировали им по-настоящему счета. Ну, вот Абрамович сидел, и у него на счетах на Западе были миллиарды. Наверное, там и сейчас у него миллиарды, я понятия не имею. Но он раздавал их разным людям, чтобы лоббировать интересы России и интересы Путина. Просто конкретно с целями лоббизма. Кто нанимал лоббистские кампании по всему Вашингтону для путинского режима? А вот эти фридманы, ну, я сейчас как не говорю конкретного человека, но все те, кто приходил по первому вызову в Кремль, по приказу на все вот эти встречи, им и поручалось такие задачи, как коррупция журналистов, корруппировать журналистов, которые будут писать, корруппировать средства массовой информации, корруппировать западных политиков, европейских политиков. Это не Путин заносил взятки, не знаю, главе Федерации хоккея России, понимаете, или России, мира, да, это не Путин заносил. Это заносили олигархи. И в некоторых случаях мы точно знаем имена, прямо точно знаем имена. Вот Ротенберг коррумпировал председателя Федерации всемирной хоккея, насчет этого, господи, все время я его фамилию забываю, Рене Фазеля, швейцарца, настолько коррумпировал, что из-за этого Россия получала постоянно преференции, получала чемпионат мира для проведения у себя, Беларусь получала, несмотря на все там массовые убийства и пытки, право проводить чемпионат мира. А когда Фазель ушел в отставку, он уезжает в Россию, выясняется, что он совладелец с Ротенбергом пополаме самого большого завода Повидло. Они делают Повидло. Вот откуда у него взялся завод Повидло в Краснодаре, у швейцарца Рене Фазеля. Скандал несколько месяцев назад, месяца три назад всплывает скандал. Значит, выясняется, что один из самых знаменитых журналистов политических Германии писал книги о Путине, он известен именно как автор книги о Путине. Не просто так, а писал он, потому что Алексей Мордашов, еще один фигурант санкционных списков и владелец этой самой Северстали, выдавал деньги ему, 600 тысяч евро за каждую книжечку, понимаете? То есть у него есть гонорар от издательства, он получал гонорар от издательства, авторские и то-се. А еще 600 тысяч евро в подарок от Путина, ну через вот Мордашова. А еще, я уверен, раз 600 тысяч евро давали самому автору, то уж не скупились, наверное, и на рекламу этой книжечки в разных местах, правильно? Те же россияне. А книжечка про то, что Путин великий, крутой, самый влиятельный, бла-бла-бла. Вот это способы влияния России, и вот это срезано. И это важнее было срезать, вот я уверен, это было важнее срезать, зарезать им все вот эти связи с прессой, с лоббистами и так далее, чем то, что эти миллиарды теперь там якобы в России как-то работают. Вот я уверен, что в этом смысле санкции, конечно, работают. То есть тоже еще пока недостаточно, потому что еще какие-то олигархи смеют высовывать нос из Российской Федерации. Нужно их туда запихать так, чтобы всех объявить в розыск, всех, кто там есть, кто дает деньги Путину. Про них известно все это, это же нельзя скрыть толком. Я уверен, что все эти мониторинги финансовые Европы и Штатов, всех их знают. Наоборот, санкции против них надо усиливать, усиливать и усиливать. Вот раз о санкциях заговорили, тут намедни Кадыров предложил Соединенным Штатам снять с него санкции, с его семьи снять санкции, с лошадей даже тоже снять санкции в обмен на украинских военнопленных. Сам, правда, потом назвал это все троллингом. В украинской разведке заявили, что к ним никто с такими вопросами не обращался. Если захотят обратиться, то найдут каналы. И вот тут скорее даже не о самом предложении Кадырова. Тут вот ведь важно, наверное, другое, что получается какое-то... Во-первых, что у нас? Кадыров распоряжается украинскими пленными. То есть очень странно. Изначально вы верите в то, что это было реальное предложение, которое потом завернули уже в какой-то троллинг? То есть действительно Кадыров может влиять на такие, во-первых, процессоры. У него свои какие-то пленные есть. Что это означает? Во-первых, да, я думаю, что у него есть свои пленные. Потому что если кадыровские войска взяли каких-то пленных, кто же их у него заберет? В смысле, кто Минобороны? Но это несерьезно. Минобороны не сможет забрать у кадыровских войск никого. Потому что Минобороны боятся Кадырова и боятся кадыровские войска. Поэтому да, я верю, что у него это есть. Верю ли я, что это было серьезно? Ну, наверное. Тут как бы, это знаете ли, от того, что я верю, не верю, это нельзя проверить. Это уж такое будет мнение в любом случае, поэтому это бессмысленно задним числом в это верить или нет. Действительно, я, например, не удивился, что у Кадырова личные пленные, не удивился, но ведь что это дает дальше-то? С Кадырова на международной арене спроса никакого. Противор, санкции введены, все понятно и так далее. А вот с Минобороны России санкции есть, спрос есть у мирового сообщества. То есть вы, Минобороны России, а также какие-то там соответствующие Министерства и ведомства Российской Федерации, МВД, вы, значит, пленных наших, украинских, не содержите согласно правилам, а отдали какому-то главе региона. Правильно? Так получается? Ну вот же. Потому что, ну, никто же не стал судить там Кадырова за это в России. Значит, это так, значит, это все признают. А это военное преступление. Военное преступление, которое совершило Минобороны Российской Федерации. Военное преступление, которое, ну, надо смотреть там, кому это по иерархии положено, да, то есть кто отвечает за это, я не знаю точно с юридической точки зрения, но это значит, что есть повод объявить этих людей в международный розыск, тех, кто отвечает за наших пленных, а они почему так... Не Кадырова. Кадыров-то кто? Он частное лицо в данной ситуации. А вот те, кто по-настоящему в России за это должен отвечать, вот они же преступники в данной ситуации. Ну, Кадыров то, что еще раз, то, что он там преступник и в розыске все это там есть. Гораздо важнее не его начальники, кстати, у него начальник Путин, по сути, да, а вот он уже в розыске. А вот те, кто отвечает реально за вопрос содержания пленных. Это очень важный вопрос. И вот тут, где ООН с ее выводами о том, геноцид или не геноцид? Вот это туда же, в доклад ООН про геноцид, в доклад ООН по правам, нарушению прав человека в Украине. Ну да, получается, что, грубо говоря, Кадыров, имея где-то непонятно в каких условиях содержа и по каким спискам содержа украинских военнопленных, предлагает менять их по большому счету на лошадей. Ну да. Он оборудован вот такими-то людьми, конкретными, не частным лицом Кадыровым, а кем-то таким из структур. Вот же в чем подвох. И когда-то, знаете, казалось многим, что когда Путин вслух сказал, что вот там про этих ворованных детей заговорил с Львовой Беловой, то тоже так отнеслись. Ну, подумаешь, поговорили. А я тогда сказал, а вот это то, за что их накроют? Вот за это Путина как раз и накроют. И видите, так и вышло. Так и сейчас. Потому что это факты. Тут важно, что вот тогда история Путина – это чистосердечное признание. Вот они, факты чистосердечные. И сейчас такая же история. Признание. Вот Кадыров, вот список. Он его передал. Это документ. Мы с ним вспоминали Илона Маска. И вот о нем на Медне тоже появилась публикация The Wall Street Journal. Значит, издание пишет, что Илон Маск в течение нескольких лет принимал ЛСД, кокаин, экстази, грибы, кетамин на закрытых вечеринках по всему миру. Значит, и, более того, он продолжает это делать. Это очень беспокоит руководство компаний, которыми он владеет. Но здесь даже не столько о самих наркотиках, сколько, возможно, эта публикация создает новую теорию о том, почему Илон Маск, например, в те или иные времена не просто подыгрывал России, но чуть ли не призывал к расколу территориальной целостности Украины. Мы помним все эти голосования у него в Твиттере, по принадлежности Крыма и так далее. Слушайте, так может у России компромат на него есть, если он вот это вот все употреблял на закрытых вечеринках по всему миру. На этих закрытых вечеринках какого-нибудь ФСБшника, я думаю, послать или кого-то из главного разглядывательного управления не такая большая проблема. Ну, это не компромат. Давайте так. Илон Маск курил марихуану в прямом эфире, как мы помним, из-за чего стоимость его акции резко обвалилась, там много чего уже было. Вот. Поэтому это просто не компромат. На этом невозможно кого-то коррумпировать на таком компромате. Все-таки компромат – это что-то более серьезное. На Илона Маска вообще не очень представляешь себе, какой должен быть компромат. А как политтехнолог, извините, Михаил, компромат – это что? Это деньги, женщины? Нет, компромат – это должно быть то, что твою репутацию катастрофически как-то испортит, и для тебя это важно. И для тебя это важно. Понимаете разницу, да? Вот когда человек, например, ну не знаю, неженатый человек, не занимается политикой, а его, страшно подумать, опубликовали, что он посетил 100 публичных домов за последний месяц. 100 публичных домов. Это компромат или нет? Нет. В смысле? Он не политик, он частное лицо. Ну, что тогда? Ну, в смысле, я так живу, называется. А что вы от меня хотели? Это мое личное дело, так я живу или сяк я живу. Некомпромат на человека, что он тратит миллиарды, не знаю, на роскошную жизнь, если он, опять-таки, не притворяется, что он председатель пенсионного фонда. Вот в чем разница. Что компромата, что нет. Поэтому это на Илона Маска не было бы компроматом. Он жрет грибы, тоже мне, ему приходят в ССБ, а мы поймали, вы едите грибы. Да ладно, это о том, что он ест миллиарды. Не, ну, кто знает, Михаил, вы понимаете, что я сейчас, я небольшой эксперт, да, в изменении сознания, скажем так, но в этом состоянии ты мог совершить что-то на закрытой вечеринке. Мог, 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 подождите. Значит, смотрите, объясняю. Я сейчас именно про слово компромат пока говорю, а не про влияние грибов. Значит, раз ты на закрытой вечеринке жрешь грибы, об этом знают другие участники закрытой вечеринки, об этом знают те, кто продавал грибы. То есть, мягко говоря, тут уже это владельцы компромата, устанешь от них отстреливаться, правильно? Поэтому, когда ты самый богатый человек мира, покупая грибы, ты точно знаешь, что теперь на тебя компромат будет у всех, у продавцов грибов, у охранников вечеринки. Ты знаешь, на что ты идешь. Вот и все. И ты понимаешь, что это для тебя не компромат. Вот только вчера было интересное интервью Марка Фейгина, значит, Нинора Себашвили, большое интервью, там, на два с лишним часа. И он говорит, а у него спрашивают, а вот на вас накладывают какие-то ограничения, ваша публичность? Он говорит, да, не могу нажраться, вот говно нажраться и валяться, не могу, потому что публичный человек. Ну вот это, потому что это было бы компромат. У меня прям лично был такой случай, когда меня попросили не снимать там что-то на видео, потому что там человек, который собирался идти в политику, собирался. Ну всякое такое, ну это тоже тысячелетие, тысячелетие давности уже события, все это ерунда. Но, значит, поэтому как компромат нет, вообще сразу скажу, что это не может быть. При этом я понятия не имею, конечно, употреблял ли он, он сам, кстати, отрицает, он уже сказал, уже вроде бы, что нет, ничего подобного не было. Но если это станет фактом, вот если эта статья перестанет быть статьей и станет фактом, то, конечно, это отразится на стоимости компании, либо его придется там увольнять с каких-то постов наверняка. Это как минимум обязано будет быть внесено в годовые отчеты, а это влияет на собрание акционеров, а это влияет на инвестфонды. То есть есть ли у этого последствия, да, они могут быть очень большими. Последствия такого, если это станет фактом. Но это сначала должно стать фактом, пока это всего лишь публикация, которую пока Илон Маск полностью отрицает. Но я в качестве там шутки, конечно, понимаю для себя, что, ну такой полушутки, что вот эти публикации, которые нас так возмущали, могли быть, так как они были реально, ну вот я бы их назвал так осторожно, не очень адекватными, не до конца адекватным поведением с этими публикациями и голосованиями. Не очень адекватным, потому что человек прямо настаивал, то есть проводит голосование, люди говорят, нет, мы не согласны. Он говорит, а вы согласны, что Донецк и Луганск надо отдать, и его жители сами там пускай определяют, нет, написали читатели Илона Маска, мы не согласны, тогда давайте другой опрос проведем. И, значит, еще раз про то же самое. Вот, поэтому это было не очень похоже на поведение такого важного, большого публичного человека, это было странно. И много других было странностей. Поэтому, может быть, они вот этим объясняются, да, может быть. Друзья, что вы думаете, а было не Маска, и оставляйте ваше мнение в комментариях. Ну и напоследок, Михаил и Луна Маска вспомнили в прогнозе Financial Times на 2024 год. Значит, в этом прогнозе речь идет о том, что, во-первых, ну, почему про Маска вспомнили, да, что, значит, соцсеть ХХ, Твиттер, по-разному можно называть, значит, она обанкротится, но на этом мы посмотрим. Вот другие тезисы, да, значит, во-первых, Трамп проиграет выборы. Это первый тезис, и от него, собственно говоря, выходят все остальные. Что если это произойдет, как я понимаю, то значит, Америка и Европейский Союз будут продолжать финансировать Украину, несмотря на трудности. 2024 год превзойдет 2023 как самый жаркий, и смена президента Тайваня не спровоцирует нападение Китая, значит, на эту территорию. Но я думаю, для нас тут, в принципе, все три пункта, и про финансирование, и про 2024 год, который более жаркий, чем 2023, и про войну на Тайване, они так или иначе касаются войны России против Украины. В принципе, с этими тезисами, насколько вы согласны, Михаил, да, вот этот прогноз, он для вас оптимистичный, или не до конца реалистичный, или реалистичный, как считаете? У меня появилась случайно такая была возможность на прошлой неделе в одном из интервью, больших, длинных, мне задавали те же критерии, что были в Financial Times, а я должен был дать свой прогноз. То есть я не знал их прогноз, давал свой. И мы смотрели, где совпало, где нет. По большей части совпали наши прогнозы, по большей части. Ну вот про, в частности, про Трампа совпадают у нас прогнозы с Financial Times. Но при этом, что не совпало, вот из того, вы говорите, там про Трампа вы сказали, про погоду, про Илона Маска, и что-то четвертое было, я не помню. 24-й год как более горячий, чем 23-й, жаркий, да, в военном плане. Америка и Европейский Союз будут продолжать финансировать Украину. А, вот я сказал, что да, будут продолжать. Будут продолжать это, я сказал, что да, Трамп не изберется, да. А, Тайвань, я тоже согласился с этим, я не согласился, как выяснилось, у меня не совпал прогноз по как раз Твиттеру, потому что я вот не верю, что обанкротится. Мне кажется, что он справится. Ну, в смысле, если там даже и будут какие-то финансовые сложности, то в конце концов банкротство же не единственное решение. Это же можно обратно на IPO пустить. Еще можно, ну, есть много вариантов. Я думаю, что Илон Маск их найдет, мне так кажется. Не будет он это банкротить. Но это такое субъективное. Ну, и с погодой я тоже не совпал. Но тут у меня это бабушка учила. Когда было две теплых зимы, следующая холодная будет. А у нас две теплых зимы подряд. Поэтому у меня не совпадает мой прогноз. Ну, это уж такое. Я синоптик невеликий. Если говорить о поддержке, да, вот напоследок. Хочется привести цитату Дмитрия Кулева, министра иностранных дел, который отреагировал на заявление Госдепа о том, что, значит, Украине будет оказываться помощь, но в меньших масштабах, чем было раньше, Кулеба сказал, не кипишуйте, не берите кипиш в голову как-то так. Я потерял, нет, под рукой у меня цитата. Но слово кипишуйте вот прям звучало там, да, говорит, что имелось в виду, что Америка может и снизить помощь Украине только после того, как Украина станет крепкой на ноги. То есть сейчас, да, вот еще раз об этом прогнозе, вы как бы для кипиша причин не видите. Я правильно понимаю? А там, во-первых, в этих словах, когда были слова про снижение объема, там были эти пояснения еще до Кулебы, даже американцами даны, что они имеют в виду, что Украина вырастет в ВВП, значит, мы будем меньше поставлять там своих, по своими средствам покрывать. Или же, что Украина нарастит военное производство, и нам нужно меньше будет поставлять. Ну, почему нет, мы только за. По поводу, вот тут уже мой прогноз, по поводу того, когда и что они там выделят, я думаю, что да, что зимой, зимой, осторожно скажу я, они успеют вот этот пакет в районе примерно 60 миллиардов долларов. Я не знаю, какой у него будет конечный объем, но да, они его утвердят, мне кажется. А по Европе так вообще сегодня была даже хорошая новость, вроде бы из политико, что Орбан снимает свои возражения против этого помощи при условии, что она будет переутверждаться каждый год. Не один раз на 4 года. 50 миллиардов, да, если я не ошибаюсь? Да, 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 но вопрос, что там 50 миллиардов на 4 года, а он требует, чтобы каждый год утверждалось заново. Ну, окей, это уже что-то. Уже, значит, мы в этом году, наверное, получим. Однозначно. В общем, друзья, не кипишуйте, лучше подписывайтесь на YouTube-канал Михаила Шительмана, также на YouTube-канал Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, гостях у Гордона. Ну, и не забудьте лайкать и беседе поставить, потому что сегодня с нами был писатель Михаил Шительман, писатель, политехнолог. Если хотите видеть Михаила чаще, оставляйте больше комментариев, больше лайков, а я буду умолять, упрашивать Михаила, значит, не бросать нас вот тут вот, наедине с друг другом. Все, друзья, спасибо, что были с нами. Михаил, благодарю, что нашли время. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Мы расшукуем 10-летнюю Даринку Харлову села Веселе Запорізької області. Цей населений пункт окупований від початку повномасштабної війни. А от зникла дівчинка у червні 2023 року. І фактично про долю Дарини вже понад 6 месяцев нічого не відомо. Відтак, я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості дитину вдасться відшукати. Будь ласка, уважно погляньте на фото та спробуйте запам'ятати обличчя Даринки Харлової. Якщо раптом хтось побачить дівчинку чи хтось знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116-300. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали майже три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-300. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже можуть допомогти відшукати зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Також хочу нагадати, що тривають пошуки і десятирічного Артема Холодного, який зник на Харківщині ще у вересні 2022-го. Допомогти відшукати хлопця попросила його мама. Уявіть, жінка вже більше року не бачила та не чула свого сина. Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію, якусь може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається. Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже шість місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина і лише у вересні 2022-го отримала від нього коротенькі повідомлення у Вайбері. Це був вересень, десь 10-13 вересня прошлого року, 2022-го. Нагадаю, що у вересні минулого року бійці ЗСУ звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика. Він дуже активний хлопчик, світловолосий, таке хутощавого тілостроєння. На зараз має вже 50-й клас, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик. Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті. В будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стопкрайм Юэй Дякую за перегляд!